В декабре 2017 года Транснефть запускает новогодний благотворительный марафон «Помогаем добрым делом». Благотворительные акции неизменно проходили в канун новогодних праздников в каждом ОСТ. Но в нынешнем году принято решение объединить всех волонтеров-работников системы Транснефти в общее движение. За пять лет такие мероприятия стали в компании не просто доброй традицией, но и одними из самых ожидаемых событий. Каждый раз сотрудники Транснефти спешат исполнить новогодние желания воспитанников детских домов, приютов, подопечных домов престарелых. Как обычно, пришла рассылка, что будет благотворительная акция «Мешок желаний». Не было такого, надо, наверное, поучаствовать или не нужно, или там звонили, вы будете участвовать. Нет, такого не было. Мне просто загорелась идея, мне было это интересно, почему бы нет, почему я не могу помочь, когда я могу. Акция «Мешок желаний» не зря стала популярной среди работников в первый же год проведения. Алгоритм воплощения чьей-то мечты в жизнь предельно прост, а значит, у каждого есть шанс стать для кого-то волшебником. «Мешок желаний» – это приобретение подарков для детей из далеких подшифрованных детских домов, у которых действительно не очень хорошая ситуация в регионе. Для детей, которые находятся на лечении, в больницах, для пожилых, которым, наверное, много лет уже, может быть, никто не приразил подарков. Ребята и наши друзья начинают писать письма, в которых описывают самые свои сокровенные желания. И сотрудники стараются купить подарки, те, которые ребенок очень-очень ждал, и те, которые действительно нужны. За пять лет исполнились заветные желания более чем 1100 воспитанников детских домов и подопечных домов престарелых. Ежегодно за счет собственных средств сотрудников приобретаются подарки на сумму до полутора миллионов рублей. Нам всем хочется верить, что вот такие акции с подарками, они помогают детям поверить в чью-то. Это не просто подарок, как какая-то материальная вещь, это кусочек сердца, доброты, тепла, которые мы хотим подарить от всего сердца детям. А в этом году для подготовки подарков для подшефных домов престарелых достаточно направить средства на специальный счет фонда-партнера, что позволит закупить оптом больше полезных вещей для одиноких бабушек и дедушек. Вы видели бы глаза этой бабушки, у которой накатывается слеза, и мы понимаем, что мы приедем сюда еще раз. И мы приедем не только с подарками, мы приедем с тем, что реально нужно этим людям еще. Нужны средства гигиены, нужны средства ухода, ребятишкам нужны разные развивающие столы. Как коснешься, там всякие удивительные вещи, даже здесь. Оказалось, вот сейчас мы, допустим, закупаем семь пижан там для девочек, оказалось, что даже таких простых, казалось бы, вещей почему-то там нет. То есть вот как мы коснулись. Поэтому наша новогодняя акция, видимо, будет расширена с последующей поддержкой регулярной вот этих двух детских домов. В декабре сотрудники компании со своими детьми смогут посетить мастер-классы, специально организованные партнерами «Транснефти» – музеями Московского Кремля, галереи Ильи Глазунова, Ассоциации промыслы России. Результаты творческих занятий и рукотворные сувениры будут продаваться на рождественской ярмарке, которая традиционно пройдет в главном офисе «Транснефти». Приобрести поделку – значит внести свой вклад в благотворительную копилку. Кому конкретно будет адресована помощь, выбирают сотрудники компании на корпоративном портале. За годы работы ярмарки, благодаря неравнодушию наших коллег, собрано 750 тысяч рублей. Для подготовки больших подарков объединяются целые подразделения. Больше эмоционально испытываешь, когда ты берешь письмо ребенка Деду Морозу, конкретному ребенку, его конкретное желание. И вот в том году был у одного отдела пожелание, девочка попросила кукольный домик. Ну, что такое кукольный домик, да? Это понятие разное. И вот, значит, у нас отдел купил вот такой кукольный домик, но на этом не остановился. Они пошли дальше. Они купили мебель в домик, они купили посуду. Корпоративные благотворительные акции изменили жизни многих сотрудников. Побывав однажды в детском доме или в доме престарелых, дорогу туда не забудешь, говорят они. Поэтому добрые дела после праздников не заканчиваются, и работники продолжают помогать нуждающимся. Мы вышли на вот эти два детских дома, это в Угличье и в Калязине, по которым в этом году мы поедем туда их поздравлять от Транснефтехнологии. Получаешь определенный заряд позитивной энергии, получаешь понимание, что ты не зря проводишь время, да? Вообще, мне кажется, что человек первую половину жизни должен, наверное, брать, а вторую половину жизни, наверное, должен отдавать. Мне кажется, что это принцип, которым нужно руководствоваться своей жизнью. Ты обретаешь просто какое-то вот состояние счастья, то есть ты понимаешь, что ты сделал что-то большое. Ты не пошел на работу, да, и не сделал там что-то такое, там стену построил, да? А ты сделал ребенка, у которого нет близких, нет родных, например. Ты сделал его на минутку счастливым, то есть это видно в глазах детей, то есть что они в этом нуждаются, поэтому мы продолжаем это делать. Мы с супругой пошли и обучились на курсах приемных родителей. То есть у нас есть сертификат теперь, и мы думаем о том, чтобы удочерить дочку. Ну, даже сам факт, что ребенок пишет письмо, у него есть надежда, и письмо получает Дед Мороз, и вот надежда сбывается, да? Это мечта, может быть, она небольшая, но она реализуется. И мы надеемся, я надеюсь, что такие акции, вот такие мероприятия, они помогают детям взращивать в себе веру в то, что мечты исполняются, да, то, что это возможно. Новый год для каждого волшебный праздник с детства. А значит, не только дети, но и взрослые в глубине души верят, что чудо возможно. И работники Транснефти знают, что его несложно совершить для тех, кто в этом действительно нуждается, помогая добрым делом вместе. Редактор субтитров А.Семкин